Загрузка станка Плоскошлифа Капец, бля Очень аккуратненько Станок на месте Электрошкаф едет Не видно нифига, вообще капец Заводище, был Электрошкаф едет Трошкафан Плоскошили Капец Капец Плоскошили Плоскошили Заводище Нужно Заводище Земли Несли Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил Друзчики Друзья Дcı余cia Дhingya С Anne Д Hod om Друг ost Д 김 Н дъroc Друг С cooking Друг Друг Барахло Друг С Друг 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 Степар Друг Друг Кажа Друг вес здесь нормальный и сделать из нержавейки например и меньшего размера вот в половину хотя бы наш смысл от такого огромного вообще нету только выкурить этот лючок то есть можно все из нержи сварить будет офигенно так вот это у нас родная как панель ограждение то есть она прикручивается отсюда и и но открутил чтобы удобнее было все загружать сюда она прикручивается по направляйкам фиг знает вроде забоя нету как бы я смотрелся туда-сюда все ролики на месте впереди что сзади то есть я перечку сюда гонял и за посмотрим то есть все будет видно когда станок запустится здесь такие гармошки это видимо родные что ли такие из клеенки какой-то сделаны были на всех станках такие так вот кстати вибро опоры все пять штук есть то есть один два три четыре что здесь ставится раз два три четыре и пятая пор вот сюда вот то есть вот она снизу нас так сейчас тряпочку возьму то но что с направляющими то есть выглядит они вот так вот здесь вот блин в конце что-то нет шабровки не знаю может грязь попадал фиг узнать а той стране как бы вроде все нормально все очистить мыть то есть вот так в чем тут в нем лежала успехом лежал уголкинки шлифованные были призма призма прикольная с кит прижимом вот такое состояние помят что у нас держу кудись помят я крышку снимал сначала думал блин что-то это шпиндель не крутится тут крыльчатка задевает шпиндель здесь никак на 3 711 а короче здоровый то есть надо блин оправки искать оправки искать оправки то есть вот такой большой на 60 вроде конус конечно будем изыскивать так по верхним направляющим чё у нас чё у нас движок ускоренный сейчас залезем наверх опа так здесь у нас бы и к городе бюджет они лазили они чувствовать тоже если направляющих смотрел то есть это я вообще ничего трогать не буду может только помоя здесь преднатяг какой-то роликовый должен быть по-любому здесь еще шабровочка есть то есть не знаю наверно нормальный станок должен все офигенно то есть вот так все выглядит все сепараторы вроде на месте заднюю крышку тоже снимал ремень все офигенно он не лопнут и не коцаны ничего такое еще что новый поняк хватит ах ты будучи термист когда будет термичка будет термичить наверно то есть вот так конечно блин по забиранию станка это капец бы то есть изначально он продавался вот так я говорю вроде это ну приподнять бы стол посмотреть чего как там вас вроде есть кран балка конечно есть очень его просто приезжай смотри приезжаю смотреть я говорю а чё с кран балкой да блин там что-то геморрой какой-то этой кран балкой кача руками пришлось переворачивать и шкаф тоже смотреть что внутри вообще все не короче приезжаем забирать я бы а ну надо погрузить кран балкой уговорили вообще не вопрос 2000 рублей сверху я как-то качестве станок я купил за 100 тысяч рублей я у меня есть сотка больше нету мы договорились на 100 тысяч погрузка вроде все дела это за что уже 2000 рублей то ты как вещь таки лажные работу люди ходят мы их отвлекаем этому понятно давайте мы сами тогда догадь люди идите отсюда к чем мы сами все зацепляли жентосом жентос привет которые манипуляторщик большое тебе спасибо как все мы сами загрузили все офигенно выезжаем на проходную оформляем документы я все расплатился говорят знаете что они говорят я еще был в шоке короче они говорят а плиту то надо бы открутить магнитную как вы продаете все что на фотографии то есть на фотографии у нас была магнитная плита правильно ну да было я говорю теперь надо откручивать ну да я нафига мне нужно вообще станок без магнитной плиты короче в я вообще был в шоке плиту отвоевал плита вообще классная ну блин она большая все работает вот видите не прилеплена так хоба и все и уже не берешь к счет плита стоит не на тысяч 20 30 одна треть стоимость станка еще прибуду какая то есть не знаю чуть такое а может шарошка нет чтобы править камень фиг знает то есть по этим тут чё у нас вот это есть на эту сторону ставится вот эта вот штука тоже все есть короче огонь так по гидроцилиндру чё у нас какие проблемы на гидроцилиндр принципе можно было самому сделать проблема что вот это лопнутая может и не проблема фигня еще можно вышли вернуть это полно держит гидроцилиндр что прижим там наверно это стоит резиночка вот так штук вроде нормальный без задиров по-любому все как бы буду разбирать смотреть что и как так пойдемте гидро станции но это конечно без в черме за так что у нас представляет гидро станция кстати даже с маслом вроде ничего не понятно конечно обычных 3 711 сзади шкаф стоит здесь вот такая вот такая большая такой большой шкаф у нас маслица заливается я так полагаю сеточка там такое состояние концевой выключатель вот эта штука должна вращаться крутится так здесь у нас что хоп кстати на фотографии в объявлении кнопка включения была кто-то и открутил надо было сказать друзья косяк чё за фигня как так вы продаете без кнопки но есть вроде такой все целое не целое все будем перепроверять смотреть короче есть что-то настроек чутка больше чем в 3 711 чуток вверх вниз эту бабку таскать ты не знаешь такое риостат и хочу такая панель с этим совсем не надо будет разобраться так это включение шпинделя это включение масло станции так полагаю сош вид магнитная плита тот нормальный плита но я нет у нас не магнитная у нас как бы обычно так что у нас с обратной стороны происходит радиатор стоит охлаждение так тут два здоровых таких этих подходит рукава но и там тоже все есть бой хоть ахты и жоп капец огромный у нас же уже такие как шояры ты называешь ше ше 1 и ше 2 не знаю куда они втыкаются знаешь тыкаются он туда так чем тут фильтра да в принципе блин фиг знает с виду все красиво мне плита больше всего нравится так чё давайте откроем самое страшное самое страшное нафига такой был шкаф делать вообще капец оба вот это его мозги пойди тут и нету нифига если подумать чё тут у нас магнитные пускатели это на движок это полагаю что-то отключено так этот верх у него освещение щита видали отдельно включается но увидали этот станок туда же чуть все написано так ладно то есть самое здесь страшное это вот это и наверное вот это то есть здесь у нас эта штука короче кто-то отвечает за перемещение поперечки так полагаю это почему-то отключен не отключена на мне тоже подключена вот сюда штуку даже он сюда включен короче с этим совсем надо будет разбираться ящик конечно можно уже можно было сделать чуть-чуть поэкономней трансформаторы какая-то релюшка в секундах сварочный аппарат походу да чтобы мало ли что-то надо было приварить а такое ощущение что он вообще тут отдельно кстати лежит к нему вообще ничего не подключено ну да как так слушайте отдельный какой трансформатор походу такое что нет ненужной запчасти вообще капец эта фигня ну короче вот так вот вот такой шкаф и будем разбираться как же для меня тут самое страшное пока тут вроде все просто что по докуму у нас есть вот такое вот короче дофига всяких документов куча всяких фотографий вот короче если изучить я думаю то сразу все будет понятно что и как 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 делать гармошку это пожалуйста дали чертежи быстрознашимые детали вообще крутяк просто кладись елки-палки за сто тысяч рублей огромный станок куча информации на него электрооборудование это все короче надо изучить ссср на таком чипмейкере на не найдешь но правильные такие важные схема транспортировки вот я так и делал только без этой балки к счету по феншую все четко бонди запарил уже так по ручкам по крутилкам то есть на 3701 с этой штуки рудни нет а есть тут такая штучка у 3701 здесь нет нищика по крутилкам вот эту на себя дергаем об на стол поехал то есть когда крутим ручку у нас ездить туда-сюда этим вот так делаем там видимо все автоматически происходит это у нас микроподача микроподача называется правильно вот так поворачиваем и подаем да или крутится ну есть все то же самое так просто нам проворачивать тут на себя фигачим если очень долго-долго-долго крутить то бабка начинает подниматься или опускаться очень медленно капец просто очень медленно 013 014 час одно деление получается 2000 на 2 микрон ну и также вот это вот она поворачиваешь вот это же так крутится короче вот так так осталось мне было чтоб блин буквально два ряда и все вот уже 0 градусов то есть два ряда фигарим крышу с окошечка то есть вот такое там не за надо будет я хочу хотел полностью конечно стен убирать но есть там будет плоскошлифт я все будет лететь фиг знать сюда вот в токарный наверно подвину к этой тени также как вот он сейчас там стоит фрезер может сюда тоже уберу короче пойдемте туда чем нас там происходит вести конечно блин вот там вот земля замерзнет как раз я думаю по листам железо по кругляку сюда мы покатим не надо помешать деревне будем смотреть то есть эту стенку я хочу вообще убрать и токарный подвинуть туда к той стене которая уже там новая фрезер я конечно хотел вот сюда поставить куда-нибудь а вот сюда в этот бок поставить плоскошлифт прям как раз он до стеночки встанет офигенно вот блин короче сначала достроить все станки сдвинуть чтобы здесь освободить место плоскошлифт пока сюда поставлю сюда там стол вот это все гидростанцию поставить что было место для этого ну для переборки его по есть то надо кран поставить такой чтоб к полу прикручивался чтоб удобно было вообще разбирать потому что просто так вообще неудобняк слотирование дисков происходит почти профессионально короче такие пироги кач у нас уже 11 11 сегодня надо быстрее как будет надо быстрее ускоряться уже вообще капец зима то есть на два ряда докладывать крышу все вести что станок то есть такой друзья понравился видос ставим лайкос подписывайся на канал всем спасибо за внимание субтитры сделал DimaTorzok а 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 и и и и а и Субтитры создавал DimaTorzok